Великобритания 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 уровень 4. И это означает, что любители этих районов должны будут оставаться дома. За исключением ограниченных исключений, изложенных в законе. Вы помните, все это было именно тогда и вот сейчас всплыло нам... И еще одна информация не из той же переписки, но в принципе тоже началось в прессу то, что бывший министр сообщил, что правительство Великобритании думало, что им возможно придется как сказать удалить всех кошек, уничтожить всех кошек Великобритании в начале пандемии из-за опасений, что вирус может передаваться домашними животными. По словам экс-министра, правительство Великобритании рассматривало возможность уничтожения всех кошек в начале пандемии 2019 года. Лорд Бетхолл, который возглавлял на тот момент НХС Трэйс объявился в первые дни о вирусе было малоизвестно, что были опасения по поводу того, может ли этот вирус передаваться домашними животными. Но это все привело к тому, что министры обсуждали некоторые ужасающие идеи по поводу уничтожения домашних животных, когда вирус впервые вспыхнул в 2020 году. Представляете, на грани чего мы стояли? Ну, хватит о прошлом. Давайте поговорим о настоящем. Уровень вируса по всей стране является самым высоким на данный момент из тех, которые мы видели в это время года за более чем десятилетия. Предел врач агентства безопасности здравоохранения Великобритании и случаи высокоинфекционного заболевания растут в последние недели все больше и больше. И сотни больничных коек заполнены людьми с симптомами. Именно это показывают цифры. Лабораторные отчеты о норовирусе более чем в два раза превышают средний показатель за пять сезонов до пандемии коронавируса, сообщает UKHSA. Кисло сообщений увеличилось во всех возрастных группах, особенно в возрасте 65 лет и старше. Во время как большинство этих вспышек вызванных норовирусом по-прежнему регистрируются в домах престарелых, случаи в больницах также растут, но остаются ниже среднего показателя за пять сезонов. Берегите себя, будьте осторожны и бойтесь нового вируса норовирус. На из зрительниц сегодня перед выпуском написала мне в личку, нашла мои контакты, написала в личку просмотра посмотреть, какие именно забастовки грозят нам в марте. Да, действительно, мы давненько не говорили о забастовках, мы к ним привыкли, но некоторые из вас оказывается ориентируются на наши новости, чтобы узнать, где и какая забастовка. Так вот, снова забастовки. Была некоторая надежда, что так называемая зима недовольства последних нескольких месяцев к настоящему времени закончится, и в сервере более полумиллиона человек из государственного и частного секторов выходили на пикеты. Ну а профсоюзным лидерам было предложено приостановить продолжающиеся беспорядки, собраться за круглым столом и поговорить о заработной плате, об условиях и реформах. Но правительство неизбежно не смогло урегулировать дебаты и избежать забастовок в некоторых политически важных секторах, таких как здравоохранение и транспорт. Более того, март не вступил без каких-либо признаков того, что министры или рабочие уступят требованиям другой стороны. Так вот, последняя новость о том, как именно забастовки повлияют на вас сегодня. это намек на то, если вы планируете сдать экзамен по вождению, то он может быть отменен в этой таблице написано, кто именно будет бастовать в этом месяце. Я думаю, по подробности я напишу в наш телеграм-канал. Не забудьте на него тоже подписаться. Там информация обновляется в течение дня нашими модераторами. Позже давно мы не говорили про эко-протестующих. Так вот, шесть эко-протестующих были вчера в конце концов оштрафованы, но всего на 100 фунтов стерлингов каждый за то, что они заблокировали печатный станок и попритатствовали доставке газет в магазины. В результате вот этой акции более миллиона газет и журналов были уничтожены и переработаны, поскольку грузовиком было запрещено въявлять и покидать место в течение 9 часов. Более 100 активистов Extension Rebellion заблокировали входы в типографию в Броксборне, в Хартфордшире, в Носли и Мэрисайде. 4 сентября 2020 года прошла эта акция и она остановила распространение 3,5 миллионов газет, включая Daily Mail и Times. Толпа, которая использовала фургоны, бамбуковые конструкции и даже лодку утверждала, что хотела послать правительству сообщение о глобальном потеплении. То есть, судя по всему, твиттера у них нет. Первый приговор 6 человек из вот этой вот группировки за нарушение правил и вот эту акцию в Носли при отягчающем, как написано, обстоятельствах, привело к тому, что общее количество обвинительных приговоров за два этих действия достигло, по крайней мере, 28 человек. Хотя считается, что никто не был отправлен в тюрьму и все обошлось штрафами не более 100 фунтов. Сейчас, вы видите, от охраны детей, как говорится, жуткие кадры показывают, как авария 8 февраля разрухло заброшенное кирпичное здание, убив одного пифихода и ранив еще 5 человек. 33-летний Шон Ли Брансон, водитель украденной Hyundai Sonata 2017 года, был арестован и обвинен в краже автомобиля в Балтиморе 7 февраля. Генеральная прокуратура Мерлин опубликовала кадры шокирующей аварии, которая произошла на следующий день. Погоня началась после того, как полиция Балтимора заметила угнанный автомобиль в районе East North Avenue и попыталась догнать угонщика, но водитель врезался в здание во время погони. Сначала он врезался в другой автомобиль, в результате чего оба автомобиля столкнулись с этим домом. Альфимат Финчер 54-х лет пешеход, который был на улице в момент этой аварии, погиб под обломками. Еще 5 человек, в том числе двое в угнанном автомобиле, также получили травмы и были госпитализированы. Полиция долгое время пыталась вытащить пострадавших из-под обломков. Ну и о других активистах в Великобритании, где мы находимся, какие активисты требуют разрешить, менять пол после смерти человека. То есть, пол именно вот этого любого человека. Активисты переживают за тех людей, которые не успели при жизни осознать свою трансгендерность и сменить пол. Ну и теперь они борются за то, собирают подписи, как вы видите, на сайте Глуб-УК можно подать вот такую петицию, и они пытаются собрать подписи для того, чтобы правительство рассмотрело ситуацию, когда можно менять пол после смерти человека. Ну и теперь, если власти Великобритании поддерживают эту инициативу, для того, чтобы ее поддержали, нужно, если не ошибаюсь, сто тысяч подписей. Ну вот, если власти поддерживают все-таки эту инициативу, то мы, скорее всего, в скором будущем узнаем, кто из великих провоковов был онсгендером. А вот информация от моих коллег, от журналистов из Daily Mail, они объявили о том, что у них в планах уволить некоторых из своих журналистов. Поскольку газета на данный момент борется со снижением читательской аудитории и увеличением стоимости бумаги. Судя по всему, все переходят в интернет и, возможно, в Telegram, где есть наш канал также. В любом случае, редактор газеты Тед Верити сказал, что его план приведет к тому, что бывшие сотрудники будут работать вместо печатной продукции Daily Mail в ее сестринских названиях Mail on Sunday и Mail Online. То есть, их не так, чтобы увольняют, но переводят в соседние издания. До недавнего времени все эти три торговых названия, торговых точки, можно сказать, имели разные идентичности, разные документы с разными командами журналистов и небольшим разделением общих ресурсов. Но во многих случаях теперь журналисты из разных средств массовой информации будут конкурировать друг с другом за свежие истории, несмотря на то, что они все работают на одну и ту материнскую компанию. То есть, под какое сокращение какие-то журналисты попадут полностью, кого-то переведут в электронный формат, но газета вероятно потеряет свой тему. Ну, теперь про вас, дорогие зрители. Я знаю, что многие из вас смотрят новости за завтраком. Кстати, напишите в комментариях, если это действительно так. Так давайте узнаем сейчас, говорят ли англичане фразу приятного аппетита. А узнаем мы это из нашей рубрики британский этикет. Ведет Юлия Плюхста. Давайте посмотрим. Я в этот момент тоже попью кофе. С вами Юлия Плюхста с рассказами об этикете и элегантной речи. Приятного аппетита! Говорить или не говорить? Конечно, говорить, скажете вы. Однако, этикет говорит, что не стоит приветствовать друг друга за столом словами приятного аппетита и желать этого самого аппетита. Дело все в том, что исторически приятного аппетита желали тогда, когда спрашивали у вас все в порядке с пищеварением? Вы сможете справиться с этой пищей? Не будет ли у вас потом несварение желудка? Да-да, пища была не самого хорошего качества и гигиена была не на высоте, поэтому приятного аппетита это, конечно, отсыл к тому. В советское время это было развито в некое правило этикета, в привычку, потому что это заменило привычную нам молитву перед едой. В Англии также не принято желать приятного аппетита, тем более говорить бон аппетит. Говорят обычно или enjoy, или вообще ничего не говорят. То есть, это норма. И чтобы не быть смешным, бон аппетит произносить не стоит. Оставайтесь с нами, мы расскажем больше об этикете и о том, как правильно себя вести. надеюсь, ваш утренний кофе вам понравился, я чуть не сказал приятного аппетита. Ну, то ж, если с аппетитом мы разобрались, давайте теперь разберемся с погодой. Игорь Павлов, с прогнозом погоды для вас. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного вечера. Любая беременная женщина, плавающая в бассейн, превращается в подводную лодку. После этой шутки моя жена поставила меня на якорь в гостиной комнате. Сегодня о погоде можно сказать, что видимости ноль и едем по приборам, ведь снова на всей территории Великобритании пасмурные, непроглядные тучи. Только в Норвиче, Дувре, Брайтоне переменная облачность. Там на побережье разгулялся весенний ветер, который до дрожи заморозит всех жителей побережья. После обеда запахнет весной в середине Шотландии, там выглянет солнце и задержится до вечера, чего нельзя сказать центральной и южной части Англии. Тут весна плавно перешла в осень. В пятницу температура в среднем будет 7-8 градусов. На выходных метеоцентр предупреждает о подкате погоды назад в зиму, так как температура местами опустится до 3 градусов и даже, возможно, пойдут осадки, что привлекет за собой гололед и очень холодный ветер. А чтобы растопить холод в вашем сердце и согреть позитивом ваши мысли, мы с командой стендап-прихода едем в несколько городов со своими шутками и наблюдениями. Мы с вами увидимся 25 марта в Лестере, 26 марта в Питербург, 1 апреля в Хале, 2 апреля в Норвиче. Следите за нами на нашей странице. Всем хороших выходных. Будете в Бристоле в эту субботу, заходите на стендап-концерт. Всем добра. Ну вот, теперь точно понятно, почему Игорь в каждом выпуске погоды закидывает нам какую-нибудь уточку, потому что он готовится к этим стендап-концертам, к этому стендап-куру, как можно услышать из перечисления городов. Ну что ж, ссылка на профиль Игоря Павлова есть в описании видео, так же, как и ссылка на канал Юли. Ну и, естественно, там же есть все ссылки, которые вам помогут понять, чем мы занимаемся в этом выпуске, в этих выпусках новостей. Я вам желаю прекрасно провести этот день, прекрасно провести предстоящие выходные. Надеюсь, что они порадуют нас все-таки хорошей погодой. На этом я с вами прощаюсь. В студии не был Олег Хилл. Олег Хилл сейчас, как вы понимаете, на выезде. В любом случае встретимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok